Дорогой Дневник До очередного фестиваля крутого футбола и не только. В Германии 24 сборные будут биться за статус самой крутой в Старом Свете. Официально турнир стартует через час. В матче-открытие сыграют немцы и шотландцы. Но уже есть о чем поговорить, поэтому хватит лирики и погнали наши городские. Итак, начну с главной новости. Та сама Ивана Кноль снова будет всех отвлекать от футбола на трибунах в своих откровенных нарядах в цветах хорватского флага. Экс-мисс Хорватии заявила о себе на чемпионате мира в Катаре. Теперь она прилетела в Германию поддержать Модрича и компанию. И, конечно же, главная интрига. В чем Ивана придет завтра на первый матч Хорватии на Евро против Испании? Кстати, как сказала сама красавица в одном из интервью, в прошлом году она рассталась с парнем, с которым встречалась 10 лет. Теперь она в статусе «все сложно». Возможно, в Германии она встретит свою судьбу. Ивана, главное – будь счастлива. Мы все переживаем за тебя. Евро-2024 – это большой праздник. И это хорошо понимают депутаты парламента Албании. Они уже отменили заседание на следующей неделе. Их понять можно. Нельзя просто так взять и не приехать в Германию и не поддержать родную сборную на Евро. Албанская оппозиция такого мнения не разделяет. Решение депутатов устроить себе немецкие футбольные каникулы они назвали позорным. Возможно, просто завидую. В ближайшие недели я жду массовых протестов вегетарианцев в Германии. На матче Евро-2024 запретят проносить фрукты. Кто нарушит, того больше не пустят на трибуны. Так немцы хотят еще больше заработать на сосисках. Свобода и права – это хорошо, но ничего личного, просто бизнес. Футбол футболом, а домашнее задание и экзамены никто не отменял. За сборную Испании будет зажигать 16-летний талант Ламин Ямаль. Но в перерывах между матчами будет учиться и сдавать экзамены. Онлайн. Школьник рассчитывает, что его валить на экзаменах не будут. Так что испанцы будут следить не только за успехами Ямали на поле, но и всей страной переживать за его учебу. Молодежь. Образование прежде всего. Учитесь и еще раз учитесь. На каждом крупном футбольном турнире есть свои звезды-предсказатели. В 2006-м на чемпионате мира в Германии все прислушивались к осьминогу Паулю. Он предсказывал результаты матчей. На этот раз в роли футбольного Нострадамуса выступит Орнгутан Вальтер из зоопарка Дортмунда. Он уже предсказал победу Германии в сегодняшнем матче против Шотландии. Возможно, это просто немецкий патриотизм. Или обезьяна все-таки разбирается в футболе. А я, пожалуй, на выходных съезжу в Дубоссарский зоопарк и поговорю с медведицей Машей. Уверен, она даст мне весь расклад нет евро. Дорогой дневник, у меня все. Ушел за сосисками, буду готовиться к просмотру матча Германия-Шотландия. Auf Wiedersehen.